Севастопольское информационное бюро Сегодня в выпуске. Дома обанкротившегося жилищно-строительного кооператива Острякова достроили и ввели в эксплуатацию. Обманутые дольщики получили ключи от своих квартир. Журналистам показали процесс реставрации памятников на историческом бульваре. Работы планируют завершить в этом году. Дом номер 45 по улице Ивана Голубца проседает от сырости из-за отсутствия водосточной системы. Жители говорят, что нужен ремонт крыши. Но в этом году работы запланированы в подвалах и на фасаде. Очередной проблемный дом, застройщик которого был признан банкротом, достроили по госпрограмме и ввели в эксплуатацию. Ключи от квартиры людям 10 лет назад, купившим жилье в многоэтажке на улице Степанина 9А, выручил глава города. На сегодняшний день властям удалось решить проблемы дольщиков пяти из 12 украинских долгостроев. По-настоящему долгожданное событие. В свои квартиры пайщики жилищно-строительного кооператива Острякова собирались заселиться еще 10 лет назад. Но ключи получили только сейчас. Строительство многоэтажек на улице Степанина 9А и проспекте генерала Острякова 244 завершали по госпрограмме. Это была последняя надежда обманутых дольщиков получить квартиры. И она, к счастью, оправдалась. Получилось так, что у нас была однокомнатная квартира, сын женился, и мы решили на перспективу расшириться. Так как нам сказали, за два года дом построят. Мы так подумали, думаем, вместе поживем два года, а потом будем праздновать новоселье. А получилось, что, в общем, то, что получилось, то есть мы потом выяснили, что никто не собирается строить, что деньги не вернуть, что все это, ну, не знаем, чем закончилось бы. Дома на улице Степаняна с долгой историей. Возводить их начали в 2012 году, разумеется, с привлечением средств пайщиков. Проблемы возникли почти сразу. Не хватало земельного участка для строительства многоэтажек. Невозможно было обеспечить круговые проезды и подключиться к инженерным сетям. Спустя 10 лет дома, так и не введенные в эксплуатацию, включили в федеральный единый реестр проблемных объектов. На момент начала строительства и, соответственно, момент сбора с людей денег эти вопросы решены не были. И как их решать, никто, видимо, не представлял, а может быть и не собирался их решать. Потому что деньги были собраны, ну и, соответственно, потом товарищи растворились. Работа идет очень плотно в партнерстве и в сотрудничестве тесном с нашей прокуратурой города. Потому что, кроме того, что дома надо достроить и выполнить обязательства перед людьми, надо, конечно, еще и разобраться и наказать тех, кто украл деньги. За свои квартиры только в этом скандальном доме боролись более ста семей. И спустя десятилетия люди с трудом верят, что благодаря работе властей и прокуратуры, наконец, получили ключи от жилья. Ну, самое главное, что сегодня завершено. Люди получили свои квартиры, так, как и было по договору. Ну, условно говоря, там черновая отделка. Дальше уже ремонт и каждый будет осуществлять самостоятельно. Сейчас мы завершаем и вот прямо за ручку, как говорится, заканчиваем, чтобы люди уже получили документы из Севреестра на руки. И только после этого, как посчитаем, что наша работа здесь завершена. Уже практически там 80% людей получили документы в Севреестре. Решить проблемы обманутых дольщиков во всех регионах страны поручил президент. Только в нашем городе насчитали 12 таких домов. Их строительство курирует публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Фонд выделяет деньги вот под те объекты, которые подходят под программу, где все документы подготовлены. Значит, соответственно, мы получили федеральное финансирование в соотношении 95% деньги федерального бюджета и 5% – это деньги бюджета города Севастополя. И осуществили достройку этих домов. Всего в прошлом году нам удалось решить вопрос 341 человека. В 2024 году в Севастополе продолжатся работы по строительству домов, попавших в программу. Всего их осталось семь. Пять ввели в эксплуатацию. Собственники квартир готовятся к заселению. Не найден подрядчик лишь для строительства объектов на улице Парковой. Но и этот вопрос власти обещают в скором времени решить. Валерия Сладотенкова, Денис Александрович, Севинформбюро. Журналистам показали процесс реставрации памятников на историческом бульваре. В настоящее время работы завершены на трех объектах из списка культурного наследия. Обелиски воинам 4-го бастиона, памятники Льву Толстому, памятном знаке следы подземно-минной войны. Сейчас специалисты сосредоточили свое внимание на батарее Костомарова и монументах, посвященном генералу Татлебину и адмиралу Ушакову. Наряду с масштабной реставрацией здания «Панорамы» на историческом бульваре проходят работы по приведению в порядок других памятников. От знаменитого монумента генералу Татлебину до мемориальных обозначений батарей. Значительная их часть находилась в плачевном состоянии. Причем некоторые дефекты предыдущей реставрации обнаружились случайно. После войны исторические объекты восстанавливали на скорую руку с помощью металлических накладок, нескольких слоев штукатурки и краски. Много таких случаев, когда стоит памятник, на нем идет докомпоновка из бетона, а часть памятника валяется в 20 метрах, зарытая под землей. Совершенно случайно рабочий идет, видит кусочек, начинаем откапывать, а это реально стена, блок от этого памятника. Вот мы его извлекаем, чистим и на его историческое место возвращаем. В помощь строителям современные технологии, щадящая лазерная очистка поверхности, а также камнезаменители – специальные материалы, позволяющие восстановить утраты в исторической кладке. На памятнике Татлебину и русским саперам с помощью химических составов возоздают эффекты естественной патины на бронзе, а по периметру устанавливают фонари с двуглавыми орлами по первоначальному образцу 1905 года. Реставрировали как? Просто взяли заплатки медные, отстучали молотком, все это покрасили. Из-за чего? Он был покрашен, а был покрашен потому, что он был реально сильно разрушен. А сейчас мы это все отлили, восстановили, и сейчас уже будет у него естественное патинирование бронзы, то есть то, которое оно должно быть. Ну, как бы таких вот нюансов выскакивает практически на каждом памятнике. На скорость реставрации сильно влияют погодные условия. Однако в компании «Интеграл» утверждают, все работы идут по графику и завершатся в течение этого года. Погодные условия, к сожалению, нас немножко притормаживают, потому что материалы, которые мы применяем, во-первых, работают от плюс 5, плюс влажность дожди. То есть, ну, сами понимаете, время высыхания даже того же камнянезаменителя увеличивается до 2-3 суток, когда к нему можно приступить к дальнейшей обработке. Наряду с качеством восстановления памятников на историческом бульваре, севастопольцев волнует, когда же любимое место отдыха горожан, наконец, будет открыто для посещения. Ситуацию осложняет то, что ответственными за обновление панорамы, монументов на окружающей территории и благоустройство самого общественного пространства определены различные учреждения и, соответственно, исполнители. Музей не является заказчиком работ по всей территории исторического бульвара. Заказчиком работы является ППК «Единый заказчик» в сфере строительства. Это подведомственное учреждение Минстроя России. Это лучше спросить у них. Ранее директор музея-заповедника Михаил Смородкин сообщал, что исторический бульвар откроют для посетителей одновременно с отреставрированным изданием панорамы. Это планировалось сделать в 2025-м. А в январе губернатор Михаил Развожаев назвал принципиальной и важной задачей приведение этого знакового места в порядок на 2024 год. Полина Галушка, Дмитрий Лилека, Севенформбюро. Вечером 15 февраля ушла из жизни Наталья Васильевна Троицкая, многолетний редактор одной из старейших газет в городе «Слава Севастополя». Она занимала эту должность почти четверть века – с 1998 по 2022 годы. Город-герой знает ее как умную и талантливую журналистку, которая всегда стояла на стороне Севастополя. Наталья Васильевна пришла работать в газету в 1970-х годах корреспондентом. О том времени она вспоминала с особым трепетом. Очень много людей, которые помнят тех, кто их сюда привел за руку, кто научил, так как в семье это положено. И это никогда не забывается. Тут кто забывает, тут не задерживается. Елизавета Георгиевна Ерудицкая. Собственно, и она меня сюда привела за руку. И на первых шагах, когда я не твердо стояла еще на профессиональной почве, она мне помогала очень. Это человек легендарный в городе. Эстафету от своего наставника приняла затем и Наталья Троицкая. Она демонстрировала успехи в работе, вскоре стала руководить отделом культуры. А в 1990-х, когда возник вопрос о реорганизации «Слава Севастополя», коллектив газеты, не задумываясь, передал ей правление редакции. Лидерские качества Натальи Васильевны в очередной раз подтвердились весной 2014 года, когда перед памятным референдумом коллектив «Слава Севастополя» стал на сторону исторической справедливости. На первых страницах газеты в те дни повторялся один и тот же лозунг «Помни, чей ты сын Севастополь». Редакция телеканала НТС приносит соболезнования семье Натальи Васильевны Троицкой. Прощение с ней состоится 19 февраля в 11.30 в Покровском соборе. Власти Севастополя выделили дополнительные деньги, которые направят на выплаты пострадавшим от так называемого «шторма века». Соответствующее постановление было принято на заседание городского правительства в четверг 15 февраля. Просим выделить из резервного фонда дополнительно еще 14,5 миллионов на выплаты, которые осуществляются в связи с произошедшим, введенным чрезвычайным ситуацией. По состоянию на сегодня уже выплаты произведены 3676 человеком на общую сумму в 42 миллиона 380 тысяч. Но это пока наши региональные выплаты. Это по шторму, да? Это по шторму. По состоянию на сегодня, поскольку ЧАЭС введен межрегионального характера, выплаты осуществляются из средств бюджета. Мы уже подготовили списки, включительно произведенным выплатом по 31 декабря. Согласовываем их сейчас установленным порядком с руководством МЧС, Севастополя и МВД. После подписания должностными лицами списки будут вам направлены, вами подписаны. Мы отправляем МЧС и получаем из федерального бюджета возмещение тех средств, которые мы потратили. А вот все-таки ту заявку на суммы, которые там пострадали, бизнес и так далее, по ним пока мы ждем решения? Да. Напомним, сильнейший шторм обрушился на Севастополь в ночь на 27 ноября. Ураганный ветер и волны повредили городскую инфраструктуру, а также частную собственность граждан. В начале декабря власти Севастополя оценили предварительный ущерб от разгула стихии в сумму более 6,5 миллиардов рублей. В Севастополе могут ввести обязательные требования к цвету машин такси, а также к экологическому классу используемых автомобилей. Об этом стало известно на заседании городского правительства в четверг, 15 февраля. Власти утвердили соответствующий проект постановления, который регулирует сферу работы такси в рамках обновления федерального законодательства. Основное новое введение федерального законодательства является то, что он подразумевает введение трех реестров. Это реестр перевозчиков, реестр транспортных средств, реестр службы заказа. Осуществление деятельности перевозчикам службы заказа и использования автомобиля как такси возможно только после внесения соответствующих сведений в реестр. Изменение федерального закона позволило осуществить деятельность не только юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, но и также самозанятым. На сегодняшний день из всех выданных разрешений у нас на сегодняшний день 73% как раз таки самозанятых. Федеральный закон устанавливает следующие требования гражданам, желающим попасть в реестр перевозчиков. Водительское удостоверение с категории Б, стаж не менее трех лет, а также наличие справки об отсутствии судимости. Платить за получение так называемой лицензии такси теперь не надо. Все услуги, которые мы оказываем в рамках реализации федерального закона 580 ФЗ, они оказываются без взымания платы, поскольку это прямо принесло до федерального законодательства. То есть мы этот реестр введем просто в рамках своих полномочий, никакие деньги потенциальные участники рынка не платят, правильно, за получение этой лицензии? Совершенно верно. Все услуги, которые сейчас оказываются, раньше если платили 1500 рублей, то теперь эти деньги нет такой необходимости оплачивать эту госпошину. Федеральный закон номер 580 от 29 декабря 2022 года об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации позволяет регионам вводить собственные требования к цветовой гамме машин, а также экологическому классу используемых транспортных средств. В Республике Крым такие критерии уже введены. Они приняли, они указали требования дополнительные к экологическому классу, у них евро 2 должен быть в текущем году, и поэтапно с каждым годом увеличивать экологический класс евро 5 в состоянии 2027 года. И они установили также требования по цветовой гамме, обограничили четырьмя цветовыми гаммами, это черный, бежевый, желтый и серебристый цвет. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что Севастополь не будет спешить и вводить собственные ограничения по цветовой гамме и экологическому классу для машин такси в городе. Это надо пообсуждать, потому что, конечно, в идеале это, конечно, в рамках брендбука вообще иметь один какой-то цвет специальный для такси. Ну, понятно, за чей счет этот цвет будет получаться, да, там, некоторым это тяжело. Сейчас, наверное, может быть, с учетом экономической ситуации, не самое своевременное дополнительно нагружать обязанностями перевозчиков. Как рассказал глава Дептранса Станислав Томатаев, в настоящее время в Севастополе зарегистрировано более двух тысяч автомобилей такси, около 280 водителей и шести служб заказа. На заседание местного правительства также зашла речь и о появлении в нашем городе крупнейшего в нашей стране агрегатора Яндекс.Такси. Агрегаторы так у нас пока и не появились, никакие интернет-агрегаторы? Ведем переговоры, Михаил, что вы давали поручение, что мы с Марией Александровичем проработали. С Яндекс? Поэтому приход крупного агрегатора, соответственно, на рынке отрегулируют и в том числе требования к самим транспортным средствам. Он же теперь, так сказать, отечественный стал Яндекс? Ну, Михаил, почему мы не хотим забегать, Саниславович, мы подготовимся, сделаем предложение для обсуждения. И потом тогда можно будет подискутировать. На модернизацию Центра занятости населения Севастополя направят порядка 31 миллиона рублей. Об этом стало известно на заседании местного правительства в четверг, 15 февраля. Наш город вошел в число 12 регионов, где в этом году пройдет обновление службы занятости. Нам выделено из федерального бюджета около 31 миллиона. И, собственно, вот тот проект, который нам согласован федерацией, и лег в основании вот этого распределения. Основные средства будут направлены на ремонт службы занятости, на закупку оборудования новейшего, на оснащение рабочих мест сотрудников. Модернизация пройдет в рамках национального проекта «Демография» и будет включать в себя смену фирменного стиля. Городской центр занятости населения будет оформлен согласно единому бренду «Работа в России». В январе Светлана Рындаг, директор центра, рассказала журналистам, что перезагрузка затронет и фактическую работу учреждения. Здесь будут изменены именно и функциональные наши направления. Будут работать карьерные консультанты, кадровые консультанты, будет персональное закрепление как за работодателями, так и за безработными гражданами. Специальный будет специалист, который работать непосредственно будет. Мы сейчас разбираем все жизненные ситуации, бизнес-ситуации, то, что мы можем помочь той или иной категории. И поэтому все те новые функции и сервисы, которые будут внедрены, они будут работать в дальнейшем. Сейчас мы вступили в модернизацию. Масштабный ремонт помещений на первом этаже дома номер 87 на проспекте генерала Острякова беспокоит местных жителей. Ежедневно на протяжении нескольких месяцев там кипит работа, рассказывают севастопольцы. Строители делают отдельные входы, устанавливают пластиковые окна и двери, ломают старые и возводят новые перегородки. Люди переживают, что жилой многоквартирный дом 1976 года постройки может не выдержать перепланировок и ремонта происходящих на первом этаже. Все разрушается, уже пробита стена, несущая стена в наш подъезд. Уже четыре выхода сделаны, это изменение и фасада, и вообще непонятно, что здесь делается. Нас, конечно, волнует то, что дома 50 лет. Ситуацию прокомментировали в городском правительстве. Как рассказал Иван Любенецкий, заместитель начальника управления административно-хозяйственного обеспечения Департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя, строители действительно делают перепланировку помещений. Но вся проектная документация согласована с Государственным автономным учреждением Государственной экспертизы Севастополя. Кроме того, рабочие не трогают несущие стены. Несущие конструкции, которые у нас предусмотрены СНИПом по строительству сейсмически опасных районах, они не нарушены. Это еще с советского времени при постройке дома. Здесь было ателье по пошиву одежды. То есть оно имело такое, как сейчас open space называется, раньше это называлось помещение вроде как холла. То есть все перегородки, которые сейчас восстанавливаются, это возводящие. То есть мы сейчас немножко приводим немножко другую ситуацию. Мы приспособили его для административного здания, для размещения государственного учреждения. И мы ставим там перегородки для того, чтобы у них были кабинеты и все остальное. То есть конструкции, которые внутри, мы больше, скажем, возводим, нежели разрушаем. Представитель городского правительства не уточнил, какой именно орган исполнительной власти или подведомственное учреждение в итоге займет эти помещения. Однако местные жители, по словам чиновника, от этого соседства только выиграют. Власти обратились к коллегам в фонд содействия капитальному ремонту Севастополя. Увидели, в какой находится стадии и стоики, и трубы. То есть мы попросили их провести капитальный ремонт немножко раньше, чем запланировано. Второе. Вот этот сквер, который у нас находится по правую сторону, он также будет приведен в полное соответствие. То есть здесь будет еще небольшая зона отдыха. Дом номер 45 на улице Ивана Голубца проседает и разрушается от постоянной сырости. Главной причиной жители называют отсутствие водосточной системы, которую не установили во время последнего ремонта кровли 12 лет назад. Во время дождей протекают потолки, по стенам пошли трещины и плесень. В этом году здесь запланирован ремонт фасадов и подвалов. Но люди считают предстоящие работы бесполезными, пока на доме не обновят крышу. А это по графику фунта содействия капремонту произойдет не раньше, чем через 20 лет. Постоянная сырость в доме, отсутствие водостока и старые трубы в подвале. О состоянии многоэтажки по улице Ивана Голубца мы рассказывали почти три года назад. С тех пор ничего не изменилось. И тогда, и сейчас местные жители видят корень проблемы в отсутствии нормальной водосточной системы, которую не сделали во время капитального ремонта кровли в 2012 году. Первое время не было. Года два не было. Была сухая, сухой потолок. А потом там трубы от колонки, которые идут, стало капать. Капать. Вот если ливень, то идет копель. На плиту газовую и на раковину. Естественно, это идет желтое пятно. Раньше мы замазывали, сейчас плюнули, сейчас уже лет пять ничего не делаем. Вот. Ну, терпим. С Тельмаха в 48-й квартире. Там они говорят, что у них трещины по потолку все время идут. И вот сколько они берут там, все время появляются трещинки. Севастопольцы снова обратились в управляющую компанию и департамент городского хозяйства, чтобы узнать, когда отремонтируют кровлю и установят сточные трубы. Без нормальной системы водоотведения дом с каждым годом все больше проседает в землю. А посередине здания ширится трещина. Мы обращались, значит, в УК-центр. Они сказали, что при капитальном ремонте вам все сделают. Теперь, значит, капитальный ремонт пришли, которые составляют, значит, проект. Я им начала все говорить. Они говорят, вам крышу хорошо сделали. Вот. А это самое. Я говорю, а что ж вы тогда не доделали, не сделали жилоба и водостокие. То есть водоотвод не сделали. Почему у нас 12 лет течет под дом вода? Они сказали, капитальный ремонт крыши будет у вас в 1944 году. Согласно ответу управляющей компании, далее цитата. Установка водосточных труб и желобов на кровле дома номер 45 по улице Ивана Голубца не предусмотрена проектом кровли. Изменение решения возможно при проведении капремонта кровли. Капитальный ремонт в доме номер 45 по улице Ивана Голубца на 2024 год запланирован. Правда, речь о фасаде и подвалах. Они хотят сделать пластиковые стекла. И еще вдобавок они хотят сверху сделать навесы над подвалами. Где вы видите навесы над подвалами, хотя бы вот в этих домах. Подвалы должны свободно, беспрепятственно вентилироваться. Вот. И мы просим и просили, чтобы нам опять сделали деревянные вот эти вот эти самые каркасы. Сделали там вот эти крестовины деревянные, чтобы не было позор, а то вдруг опять кто-нибудь захочет стекла поставить нам в дом. Вот. И опять решетки как положено. Кстати, плачевное состояние подвала в доме действительно проблема, также требующая скорейшего решения. Четыре года назад здесь заменили часть труб, но они продолжают портиться и ржаветь. И хотя видимых протечек нет, из-за постоянной сырости водовод быстро изнашивается. Заметны и проседания грунта. Подвальные стены отслаиваются, а железная дверь давно сгнила. Здесь идет скрытая утечка. И мы обращались в центр. Они сказали, что ничего не течет, у вас все нормально. Вот. И при входе в подвал вот эта вот труба поржавела. В смысле не труба, а вот входная дверь железная поржавела. И сыро очень. Однако и капитальный ремонт внутренних коммуникаций в этом доме запланирован только на 2037 год. Жители опасаются, что ближайшие работы по фасаду будут напрасные. Ведь здание так и останется сырым, пока в нем не обновят трубы и крышу. Мария Олегина, Дмитрий Лилека, Семенфорумбюро. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 17 февраля, в городе будет облачно без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 4-6 градусов тепла. А за минувшие сутки в Севастополе на свет появились 11 детей. 4 мальчика и 7 девочек. А на сегодня это все. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdpstv.com. Ждите новостей и ярких вам входных!